Ответ Рогнеды оскорбил Владимира, который по своему происхождению наполовину был рабыничем, так как родился от внебрачной связи своего отца и девушки-служанки. Владимир отомстил полоской княжской семье. Полоск был взят и сожжен его войском. Рогволот вместе с двумя сыновьями убиты. Рогнеда насильно взята замуж за Владимира. Это событие произошло около 980 года. В дальнейшем Владимир обманом убил брата Ярополка и стал великим княевским князем. В русских былинах он известен как Владимир Красное Солнышко, а в русской истории как Владимир Креститель. С его именем связано принятие и распространение на землях восточных славян новой религии – христианства. При Владимире достигла своего нынешнего на расцвета Киевская Русь. Было почти завершено объединение восточнославянских земель. Владимир дал кленной полоске княжне новое имя – Горислава. Оно, вероятно, обозначало «сияет, горит славой» или, наоборот, известное горем.